Такой вопрос. Ради чего девушка 23 лет ставит свою рутинную жизнь на паузу и отправляется в соседнюю страну? Ради кого она высиживает пять с половиной часов в тесной гонящей по серпантину маршрутке? Конечно, восторг от горных видов с пасущимися овечками и предвкушение новых культурных открытий могут стоить проделанного маршрута в 300 километров. 300 километров. 300 километров. Но ответ все же прозаичнее. Любовь. Так это странно, когда вы не видитесь буквально четверть года и при объятиях, при встрече у вас нет этого ощущения, что вы не виделись так уж и долго. Мне кажется, это некий феномен взрослой жизни, когда у вас настолько уже взрослые, самостоятельные жизни. Разлука не кажется вам такой болезненной, как, допустим, в школьные времена? Плюс ко всему еще онлайн общение. Но я не думаю, что оно прям сильно смягчает эту боль. Но, конечно, видеть лицо подруги не в телефоне, а перед собой точно стоит пять часов в дороге, маршрутке. Я вышла из дома с мокрой головы, и у меня очень смысл. Посмотрите на брови Ариадны. Блин, я их не подкрасить, их нету. Вау. Дома шина. Спасибо. Спасибо большое, милый. Вау. Здравствуйте, вечер. Это патчи, которые делаются на прыщике, чтобы впитать в себя что-то. Вы к нам? Вы даже видите волк? Да, я принесла сюда. Там есть дневные и есть ночные, но я не думаю, что они как-то отличаются. Я не думаю, что они отличаются. А, фонай. Блин, а это что, волк бьюсь в секреты? Я могу реально манифестировать. Здравствуйте, друг, волк. Окей, вот он, бач. Похож на линзу. Ой, прям туда. И у меня там штука, да. И тебе нужно 3-5 секундчика подержать для лучшего сыпроекосновения. I'm so excited. Ну, они очень милые. Да. Я слышу, что бывают звездочки. Очень-очень милые. Купили где? Минесо. Я не знаю, если имени Сочи с Россией, но, верно, это все же. Это Россия с вас. Из вас в России. Ой, я не сняла. Снимать буду. Здравствуй, дорогой блог. Сегодня мы снимаем патчи с этого опухшего лица. Ощущение, что ничего не случилось. Бумажка не очень или... Нет, бумажки все хороши. Вам ничего не видно, но там как будто что-то есть. О, да. О, да. Да, я сейчас его сломаю. 12 часов. Мы только сейчас будем завтракать. Нахожусь я сейчас, типа, в маленьком городке. Мы не в Ереване. Мы в маленьком городке около. Это Пагаршапад. Я мне пишу, что мы Пагаршападе. Это очень интересно. И мы сейчас будем завтракать. Ведь в идеале моё тело очень хочет размяться. Или хотя бы помедитировать. Но это буквально одна комната. Планы на день поработать. Планы на день уволиться. Планы на день изучать Армению. Вы услышали уволиться, да? Вы услышали только это. Я попозже, послезавтра, как бы всё это объясню. Это не такая долгая история, а поиски себя. Окей, я поняла, что у меня есть ещё пара, пять минут. Это то, что мне нужно, чтобы услышать себя немножечко. Потому что, если честно, в последнее время какой-то диссонанс. Вот и просто хочется какой-то легкий чекап произвести. И понять, что всё в порядке. Точнее, сказать себе, что всё в порядке. Донести до своего тела, что всё в порядке. И мы можем, правда, расслабиться. И не жить постоянно с напряжённым животом. В идеале вообще пойти на какой-нибудь класс по медитации. Все мои навыки йоги и медитации, они держатся на том, что я изучала в 2021 году. На те, там, занятия фитмаста, которые я ходила в 2021 году. Даже в 2020. Даже в 2020. Жесть, давно. Было бы классно, если бы у них были, конечно, онлайн. Онлайн-сессии. Но, блин, если вы в России, просто знайте, что вы можете взять себе целый месячный абонемент. Если вы до сих пор не пользовались приложением фитмаст, то это очень кстати. Ибо у меня для вас есть скидка на три первых месяца подписки в 15% по промокоду АРИИН. То есть это спорт, это развлечение, это бьюти-процедуры, это просто отдых. Обучение отдыху. И вы можете выбрать любую студию в приложении и забронировать яйца. И сказать, что здравствуйте, у меня абонемент, я очень классный человек, который знает цену своему здоровью. И это все по ссылке в описании. Так что просто посмотрите, просто восторгнитесь. И может, это правда время импробовать свою жизнь даже в такие нестабильные времена. Такая штука, как стабильный спорт. Это спасательный инструмент, мне кажется. Белая зависть, ребят, белая зависть. Теперь у вас будет белая зависть, потому что у меня сейчас будет супер завтрак, который готовят ребята. Которые мне очень благодарны за это. Спасибо. Да, если, наверное, ты сидишь дома целыми днями в эмиграции и у тебя нет рутины новой, ты скучаешь по старой, потому что ты что-то не дополнила в отсутствие. Я даже не знаю, для чего это лопатка, я просто ее нашла в ночь. Я переворачиваю. Она разрывается. Во что? Вот так дальше делать сангар. А-а-а! Вы поможете мне составить извинительное сообщение о увольнении? Начало такое. Доброго дня. Сперва хочу принести глубочайшее извинение за долгий ответ. Я безответ... Я безответственная 20 с чем-то девушка. Которая до сих пор не поняла, что дизайн это не ее. Слушай, что я поняла, что, к сожалению, мне не подходит эта работа. Я переоценила свои возможности. Можно особо не париться, так что лет не она все расстроится и не будет спать все. С вами спасибо за... Доверие, может? Доверие, ну нет, но да, возможность. Спасибо за предоставленную возможность и прошу прощения о затрате вашего времени. И сразу выйти из чета. Аня, ты в чат пишешь? Излокируйте. Еще раз прошу прощения. Я попрошу тысячу раз прощения, и у меня несложно. Ааа, отправила! Так, авиарежим. Все. Ой, камень спрещу, приятно. Так, я хочу маленькую мисс принцесс. Тебе зачем деть? О, боже мой. Принцесс aren't made. Да я борт. Вы своровали культуру попугаев? Смотрите. Рука немножко не влезла. Влезла? Субтитры делал DimaTorzok Субтитры подогнали Симон. 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 Симон. Субтитры подогнали Симон. 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 Симон.